что-то не видно вас я вижу вас но у меня что-то с интернетом плохо одновременно закачка идет но все равно слышно вот так получше стало я слушаю вас у нас должны были прийти геннадий и николай но они не пришли у них должны были быть вопросы ну что тут какие-то искушения не смогли притягивать еще многих я пригласил опять не получилось я хочу с прошедшим днем татьяну поздрать матушку татьяну сергей провязанного да потом у вас хотя мне лично до который возбудит до болящие помоги господи татьяна кузьминична татьяна еленична там сергеева мамы татьяна еленична это татьяна кузьминична теперь перепутал немножко да не нажал не на александр она жил нерва жил нерва не до но у нас не смогла она прийти она тоже деревне уехала вот у нас нету татьяна тоже мне и дочь татьяна у нас одни татьяна у меня 25 татьяна по ней именинники да поможет ему господь и гнать тихонич можно ли я пока мы немножко все волнуемся стиха начну опять христа распяли в наше время снова мы христа распяли а святые отцы до смерти за него стояли сегодня мы выбираем хлеб не крест спасаемся комфортно не вставая с мест молитвы по компьютеру читаем а свою веру православную не знаем комфорт удобства нами управляют и дух человека плоти покоряет сегодня на кострах нас не сжигает но планомерно души расплевает повсюду празднуют свободу грех нет истинного покаяния у всех сегодня единицы за истину стоят но всех их грязью замарать хотят мол вы раскольники смутьяны и только мы вот без изъяна и тьму нам преподносит словно свет да в мир зовут где бога нет силки для душ удобно расставляют свободу нашу нагло подавляют у нас нет права голоса лишь слова цыц из образа божьего мы превращаемся в убийц детей в утробе равнодушно убиваем и это зло грехами в мире умножаем говорят что молчанием предается бог но все же многим это невдомек своим страстям всегда мы потакаем а ересь словно и не замечаем и говорим а наша хата с краю один я ничего здесь не решаю а вот жили раньше грех максим и современник соболев серафим они за истину стояли до конца чтоб прославлялась святая троица да ересь чтоб исчезла как туман и не губила души как дурман и часто зло бывает в маске и дарит она всем улыбки и ласки но знаем также мы красивые плоды что внутри они как ядовитые грибы пока их не коснулся была радость а как все узнал какая-то гадость так чтобы зла нам не познать люди давайте в истине стоять сегодня отсидеться не получится и говорит зачем нам раньше мучиться как страуса мы прячем голову в песок и говорим для нас не вышел срок но если воин ты христов не будь рабом мирских оков за истину стой до конца не боясь мученического конца будем молиться каяться поститься чтобы с богом христом соединиться но чтобы сатане не поклониться страх животное человека губит но отрусливых бог не любит страх божий изгоняет прочий страх да будет имя иисуса в сердцах и на устах но учить бы и зеркозь региенском да этот написал я нос может шестнадцатом году и недавно как-то нашла его аж читаю думаю чей-то стих такой а пока до конца дошла думаю неужели это что-то похоже на мой стиль читаю читаю не может быть чтобы мой пошла в книжке нашла я буду надо же оказывается он уже давно был напечатан вот я к чему хочу сказать сейчас у нас получается так вот мужчин который ко мне ходит один бывший военный другое как бы честник я звоню николай игру должны были прицелом когда вот геннадий там куда-то пропал а без него я никуда не хожу я бы начата один то нет я без него никак ну то есть у нас как получается как и многие сестры мы с Тамарой ходим парой боятся по одному ходить я говорю я же вас не женить собираюсь вы же хотели вопросы задать приходите нет не решился а я для них вот распечатки сделала небольшие вот ваши обрадобритие приготовила но они не пришли прошлый раз когда они были принесли мне показать библию но она я думаю что 1876 год синодальной а она оказалась сектантской то есть там 66 книг мы посчитали сравнили посмотрели как относиться к ним лучше конечно нашу приобрести или как вы думаете конечно эту библию им отдать обратно да нет это даже без 11 книг но остальные это если я слышу есть вам слышно меня вот если там все по синодальному то почему же отдавать это хорошее пусть она и 11 не имеет даже пусть половина библии не будет один листик будет и тогда его не бросайте прошлый раз я тут исайя глава 3 16 по 25 стих записывал зачитывал им сказал господь за то что дочери сионы на обмен на ходе подняв шею но и так далее и там речь была о кольцах серьгах и вот николай спрашивал как насчет грех ли носить обручаю обручание кольцо нет она к этому не относится вопрос а то не к этому не относятся носи но это к украшениям она не относится она просто свидетельствует что ты замужняя больше ничего так ну так и есть а в уши вешать его как сейчас за там разные на пупы везде никуда никаких приветствий к себе не делать ни к ушам ни к носу никуда конечно я не знаю матушка татьяна учатся сергей парализованных да господи помилуй царство небесное ему я вот начинала молиться 17 кафизма сегодня только не успела очень легко за него молиться вот очень сожалею что не смогла выйти с ним вот как бы скайп пообщаться вот смотрю все его ролики очень нравится очень помогают но я думаю все таки он воин христов настоящий мученик и я думаю он ваш ангел-хранитель и даже знаете как я привыкла же молиться сначала претерия и акима лапкина потом вас помина и потом сергея а поскольку я вас драйве как бы сейчас получается по привычке тоже еще все таки молюсь но из упаковки на это же время уже и молить его прошу я думаю тоже все-таки с богом и помощник молитвенник наш дом да вот у них чему такое да я хотела хотел сказать насчет благовестия в больнице мы ходили конечно по разному всегда бывает господь конечно помогает кто-то принимает вот очень хорошо мы с татьяной были да тогда люди слушают но они все конечно расположены вот последний раз я была мы вам там скинули интересный женщин случай рассказано я же там не все записала как мне у меня в жизни была знакома одна татарка и вот у нее было как введение что ли она рассказывала что стана и приходил двенадцать ночи в образе мужчины искушал нападал и душил но потом она значит очень нас читал ее научили как бы этой молитве и сказать что нужно принять крещение потом я их водила ну лет может 20 назад там с детьми на крещение ну крещение конечно было просто мочение головы но все равно после этого у нее уже таких нападок не было никогда это случай рассказала потому что в палате сидела одна тоже татарка вот думаю как бы для нее она тоже слушала расположена была и вдруг одна женщина играет у меня тоже такой случай был но она там подробности не буду рассказывать очень такой интимный скорее всего это без блуда нападал она у меня тоже был когда муж был отъезде то враг нападал в образе голого мужчины тоже душил я в этот момент что происходило ну как бы парализовала сковывала все меня говорит все сковывала ничего не могла но потом я и матом кричала я и мама и мама кричала очень бы страх большой я говорю матом ты зачем кричала но не знала видать я говорю он боится только врага крестного знамения вот правильно показал молитвы господи и крестного знамения но она говорит ну я не знала на тот момент теперь в этой комнате даже боюсь оставаться то говорит я говорю ну ты пригласи священник осветит комнату она где я освещала сама но все равно на страх остался вот хочу сказать когда господь дал благодать это воскресенье да мы с тобой в воскресенье были ну я одна была я одна была я очень расположена у меня там еще знакомые знакомая одна мама лежала вот их там много было и кстати там была одна католичка я потом на следующий день узнал она больше всех была расположена слушать очень такая есть 78 лет я очень удивилась когда потом спросила вот они слушали все внимательно вроде интересного я тут и стихи им почитала и евангелие и что-то из жизни приводил примеры но нас получилось так что когда я вышла евангелия потом я спросил почему-то именно католички не хватило то ли она отдала вроде я всем раздавала а потом еще по другим палатам когда ходила к ним зашла всем грех хватило потому что там не все же кто-то выходил и говорят мне не хватило а у меня тоже нету нет ли у кого еще евангелия нету они говорят и в понедельник я решила за нее еще раз поехать думаю жалко мне ее она со старого города то есть как может быть мы не встретимся вот я опять помолилась собрала взяла евангелие но поскольку понедельник там уже выписывали многих выписали значит и там у суматоха и не до меня было всем и потом также я когда пришла они конечно были благодарны но та женщина которая рассказывала что нападки были у нее в образе беседы да я хотела вам еще один новый стих почитать а мама да нету нету уже никого то есть они уже не хотели принять то есть получается первый раз когда господь дает благодать они принимают а потом как бы отходишь это то ли брак подходит начинает работать то ли что-то с ним происходит они переосмысливают и понимают что видать трудно и уже слушать не хотят на второй раз они были не расположены но я уже не стал навязывать я ушла вот получается и сейчас вот в храме тоже многих приглашаю и сегодня звонил на днях тоже у меня как-то одна сестра здесь была в ролике там есть и ей сначала все очень понравилось я приду но в этот раз звоню приходи мы будем вопросы какие-то будут задашь но она уже знаете как я так думаю враг уже поработал потому что я когда звоню она говорит а игнати ханчета он священник то есть она уже начала меня искушать ну и я стала говорить а почему мы спрашиваем мы говорим себя рядом можем с ним поставить то есть с вами человек говорит человек не ни слова человек делом в реке книги написал мне и лагерь и община там столько много дел это не просто когда люди говорят красивые слова сейчас же священник все говорят и проповеди все говорят очень много красиво но дело-то мы не видим вот мы должны не его гры проверять то а себя сравнивать евангелие какие мы оживем ли мы по евангелию постимся ли мы молимся как мы бур спи и все бы вспомнила вас то и нам же надо меньше спать меньше кушать она вроде думал да я не пощусь но она приходила на весу она полная может даже на килограмм 90 может даже больше то есть она призналась да что она посты не соблюдает я буду хоть поклоны делать я же не заставляю вас там 100 поклонов игры 3 поклончик хоть положить ну то есть если мы что-то не соблюдаем мы должны себя проверять вот она не пришла видать подумала подумала вот так тяжело с людьми я еще хотела сказать что правильно вы говорите невозможно создать общину те которые православные уже которые ходят храм они считают что все они тоже как и все там спасенные одно причастие причащается все сегодня получилось так что была одна женщина вчера на вечерний она была вот татьяна мне подсказала очень сильное искушение у меня была она постоянно полслужбы разговаривать я уже на половину службы не выдержала вынуждена была у тебя перейти в другое место то есть у нее рот прям не закрывался вот а сегодня смотрю она пошла на искать по причастию вот у нас вот так вот и сами разговаривают как бы не молиться и другие мешают ну вот куда от них взваться я хотела совет спросить можно ли следующий раз будет например написать слова евангелия там же я женщин домолчить выпуски да например на життя святых какие-то примеры как небольшое проповедь наставление и дать ей или еще там таким же который разговаривает в храме чтобы они понесли домой почитали может чтобы им помогло это потому что я же не могу не обличать незамечения делать в храме ну а почему не сказать то можно можно сказать написать и со священником поговорить и когда они разговаривают подойти и показать вот так молча когда выйдете из храма тогда скажи ян затаус говорит вы приходите в храм и кучи навоза приносите языком своим вы поняли что он сказал до связь плохая нынче да да а мы сегодня я выставил ролик ваш когда вы в больнице смотрели сегодня я выставил ваш ролик где вы в больнице еще выставляли но я не знаю я вижу да там но вчера еще выставляли да нет вчера еще был там повтор получился вы до этого выставили его назвали четвертым номером а вчера выставили первый и смотрю его потом убрали выставили сегодня другой уже ну там наверное немножко они ошиблись они потом сами посмотрят но я сама еще не посмотрела я утром перед службой у нас служба первых 7 часов вот я зашла посмотрела и пошла в храм у нас по воскресеньям две службы первая служба в семь вторая где-то в девять но первая служба нас очень короткая вот сегодня до час 25 она уже закончилась и там началась проповедь потом отпевание до нас проводится до панихиды сейчас очень службы первой короткие как сокращенные что ли они проводят 8 15 уже закончился и при части да очень быстро спаси кристос а игнатик еще не был вопрос такой интересный он больше скажем такого мирского житейского плана но интересно я ролик вчера слушал кстати там вы я не помню как его зовут из казани вышли с ним общались и он задал вопрос вам вы ему ответили я тоже услышал ответ на свой вопрос вот такой вот интересно тоже бывает уже издавать как бы не приходится но я повторюсь ради не ради себя а ради других потому что одна сестра она говорит я тоже такой же вопрос у меня был он хотя бы житейский но от него никуда не уйдешь у нас вот смотрите новый город у нас все на электроэнергии связано то есть у нас часть домов есть как у которых газ а у нас электроплиты а у нас сейчас повышают тарифы это все то есть мы с энергией очень дорого вот и многие семьи семьи мамочки вот кстати еще у меня одна знакомая как-то подходила ко мне но я увидел когда первый раз она очень гнать техниче люблю смотрю я тогда пригласил приходи ко мне адрес дала время но она не пришла потом еще приглашала несколько раз я вручу что отказываешься но набер у нее как бы сложность такая сложная ситуация с сыном она сама на пенсии не работает но муж сын допивает часто и она говорит бывает такое что всякие там неприятная ситуация я боюсь квартиру оставить боюсь уйти потому что когда он пьет там все что угодно может быть вот так она и не стала ходить ну каждый конечно выбирая свой путь мое дело как бы пригласить вот а вопрос то в том что опять материальные они как нам таким материалом которых дети пьют а живут в одной квартире и мамочка за все платит и за квартиру за все за интернет за все вот она ну как мне быть то вот цен то пропивает все а ну как надо думать что она сама посеяла это ее чадо как она его воспитывала как кормила как поила и поэтому ей как раз то что идет чтобы она эту чашу выпила до конца ну все что человек все это и жнет дети такие одетели откуда они дети это твои они же у тебя были маленькие почему ты не учила их все теперь делать каяться молиться татьяна ну-ка расскажи про сон на техничку на техничку вы мне во сне приснились я пришла к вам наверное скорее всего вашу квартиру как вы где здесь находитесь и принесла какой-то вопрос а вы мне на него ответили письменно но я это ничего не помню но отчетливо помню что вы мне приснились что я к вам приходила за вопрос вопросом ушла с ответом но однако не помню какой ответ мне один пишет из америки говорит я спал а он я спал а он пятидесятник и во сне я вас увидел как тумане он меня никогда не знал не видел а кто такой я будто бы сказал как меня звать и он стал и в интернете меня нашел и на меня вышел он еретик а сейчас уже все православие принял во сне увидел а другой говорит ягод 3 сплю говорит а вы подошли ко мне тоже не знакомы как пнули меня и говорите сейчас пишет и ложи встань иди молись и он меня тоже нашел один священник говорит я молился говорят в храме молился днем в алтаре когда молились а я вас увидел но я ему что-то сказал такое он потом он на меня вышел и говорит как так может быть дать кто его знает бог вас или лукавый горы скушает но я бы сказал это же самое вы ленивые вот это крестить не хотят никакой причины то нету человека в воду погрузить и они не хотят ян златоус говорит для того чтобы крестить не надо ни одного таланта во имя отца и сына и святого духа они начинают крутить микво как омывались женщины в израиле зачем тебе это тебе надо покрестить мы в смерть его крестились павел пишет смерть и мы облекаемся во христа и поэтому в людях такая вера воскресный день обещала не пришел до куда-то годится то какая-то община то а это каков год поп таков приход они не ревнуют об этом а если бы священник на исповеди спрашивал вы библию считаете вы собираетесь молитесь он же ничего не спрашивает и курящие подходят и блудники всех прощищают потому многие больные немало умирает ну погрузить в воду посмотри старообрядцы крестят полное погружение баптистов полное погружение пятидесятники субботники мормоны все в полное погружение почему же не покрестить на это требуется всего три минуты даже меньше во имя отца под воду ушел человек и сына и святого духа они мошенники плутуют я говорю пираты захватили корабль это одно таинство а другое тайна исповеди нету тайна это в другой комнате надо а тут 20 человек сзади стоят слушают человек другой промолчить не скажет причащаться надо когда допустит когда все исполняют человека не так пришел рот разинул они все тайны со нарушают вот когда венчают то они венец на году не надевают вот так вот а а идут сзади несут и венчание то нету венец а над головой висит он должен надеть на голу должен быть надетой как шапка священники вообще большинстве своем ничего не хотят делать деньги 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 больше ничего не знает пьяные давят прихожан на смерть вот представь себе со скоростью 140 километров священник за рулем в городе рабочий работает он сразу двоих задавил уже по канонам он никогда не может быть священником а его отпустили и против него которого я делал а там эти сверху наблюдения были все выхрали из дела то есть папы все это помогли и он опять священником служит безумие полное безумие там ничего нету пустота это не в одном городе это повсюду такое они дерутся там и блудничают и пьянствует и все это сегодня все это показывает ну куда гонится то да мало того они нападают когда правду говоришь они как лютые звери делаются ему лишь крестить надо правильно чтоб человек уверовал принял христа сердце себе жил для бога кто будет веровать и крестить и веровать а тут не вера не крещение ничего нету деньги что делать то только ничего нельзя сделать ты же не будешь их убивать молиться только и больше ничего не делать потому что архиереи то не крещеный они все моченые обращение такого нет крещения иерусалимский говорит кирилл человек погребается уходит под воду номер его похоронили а теперь он воскресает для жизни во христе послание криво 6 глава 4 стих они не верят слову божию ничего нету поэтому разные секты рождаются они идут хоть как-то там проповедует а это никак мощи монашество мощи монашество это и другое мертвое почему христос пришел к своим а свои не приняли а кто свои пришел к своим погибшим овцам израиля они мертвые лежат овцы а где мертвые овечки лежат это не люди где люди там кладбище а это скотомогильник храма то нет христос говорит дом мой а вы его сделали домой дом молитвы а вы его сделали домом торговли в каждом храме везде торгуют вертеп разбойников это разбойники сидят а что делать все начинать себя начиная молиться трудиться плакать общину не создаст нигде вот сколько у нас были наши уставы фотографировали священники уезжают ну чтобы с тарелкой не ходили чтобы нигде деньги не появлялись ни за крещение нигде деньги брать нельзя это смертный грех они везде все за деньги жертвы жертву это столько ну мошадники а на нас нападают когда говоришь правильно злобятся ужасно как выхода никакого нету только молиться у нас оружие одно после молитва прости господи помилуй получается как бы две стороны медали с одной стороны священники а с другой стороны и миря они сами вот когда я пыталась что-то говорить вроде первый раз они слушают а на второй раз уже все они говорят ну как вы говорите у пророка иеремии у кого-то а народу это нравится то есть они сами как бы бога заменили священники да как это бога заменили священниками вот я говорю она почему сказала он священник воспринимать а не насколько священник это слушать если вы у вас священник были значит можно слушать а если вы не священник значит можно вас не слушать пускай она просчитает пророка истая пророка истая 5 глава 20 стих истая 5 20 если они не говорят как в библии написано нет в них света это тьма отойди от него они говорят не так как бог говорит послание галатам галатам первая глава 8 9 стих прочитай это анафе моим они не бога не верует не воскресение из мертвых ничего нету веры нет никакой вот такой трагической обстановке даже трудиться хорошо когда люди принимают слушают но когда не слушают или настаивать на своем ну как бы ничего не остается делать отходить молиться да как вы говорите я участвую вспомнила опять на техничка когда вот крещение было как раз вот это воскресенье то в палате когда разговаривала одна женщина а у них как раз окна на храм выходят и у них соблазн они говорят воду же продают я грана не воду продают они продают тару нет они опять вот воду но я конечно таких моментов чтобы не осудить священника стараясь его защищать оправдать мы должны смотреть не осуждать священника осуждать грех вот разделять греха от человека отделять как бы да мы должны себя проверять себя спрашивать что толку я буду священника осуждать смотреть на него мы должны себя исправлять свою жизнь да а потом я спустилась уже когда вышла думаю зайду-ка я в этот лавку при храме а дамка раз не николам и сестра я и говорю блаженную все филак есть толкование она она мне что-то другое я про кому она мне про ерема показывает какие-то листки толстой книгу я бы ты мне зачем это показывать да я тебя спрашиваю если толкование нового завета блаженную филаку она говорит нет а я говорю а почему вы не спросите я вам каждый раз говорю я к маму посылала людей люди у вас покупали почему вы священнице заявки не делаете она будет партнер да он мне он будет матушка распоряжается а вот и хотя она на власти работает они знают мне тогда информацию что и на вкладе нет может быть и заявок нету получается у нас эту книгу спрятали и не найдешь теперь я и говорю вот сейчас была в палате люди соблазняются вас дурактарой пример приходит люди покупать там я не напишет крупном объявлении что вас продается тара она мне тут же показывать на стекло маленькое объявление у нее расценки на тару и так посмотрел а ну это не каждый увидит вы повесили бы у воды вот она начала защищать оправду священника я бы я тебе для чего говорю не для того что я все знаю и понимаю что вы не воду продаете я-то понимаю но я люди соблазняются которые храм может приходят может не ходят которые евангелие не знает закон не знает все равно это соблазняет вы ради них хотя бы это сделала она говорит ну а там завезли два таких больших сосудов я даже не скажу метра по три огромных таких она говорит но воды то нет у них своего поэтому они привозны а привозна это бензин дорого доставка вроде и чтобы купить эту доставку сейчас подожди малейка это у меня голубка летала и надо чтобы она это муж и сидит на яйцах а теперь я его загнал все окошками в подполь володя открой их выпусти все у меня в избе голубя я зимой приезжаю володя спрашивала ты разрешишь мне голубей то держать а он добрый разрешает и 1 сети 1 января ночью пришли мы с елки когда там проповедовать ходили евангелие раздавать ну и залезли и я с голубят не 2 голубей принес а чё же этого я хотела сказать мысль-то какое говорить говори говорят я нет я хотела бы говорить то я пришла сказать чтобы она подумала священник сказал чтобы как-то они подумали а домой пришла стал рассуждать вспомнил слова с евангелем тогда по словам эту человек мясо не буду есть чем соблазнить один из малых всех вот основываясь на месте этого евангелия я все подумала рассуждаю думаю можно же им было также не продавать тару чем соблазнять лучше вообще-то не продавай пусть вода стоит кому нужно придут свои тары но раз пришел без старых но второй раз старой придешь я помню это у нас храм на верхней когда мы начинали ходить там было принято мы всегда с бетончиками трехметровым ходили это очень удобно наливать было в бетон не то что сейчас бутылками это очень быстро и вот у них мне кажется традиция всегда такая очень удобно раз в бетон налил ушел то есть мы знаем что туда нужно идти свои тары а так получается тару продают а люди считают что воду продают вот я вам хотела сказать я тут не николаевна вы молитесь сестра да но любит спорить хочу сказать когда я зашла стал с ней разговаривать она опять начала со мной спорить я уж и думаю сложно сложно нам вот так вот человек идет за христом но отвергнуть себя сложно я еще хотелось там вот как-то на пункт был сон вам рассказать это сон был такой когда вот их не николану и татьяну москута мы поехали на крещение это наверно было после крещения да ну там ему точно я не помню там не рассказывал это до крещения и после крещения смеется значит сон что восхожу на высокую гору когда мы покрыты снегом снег покрытый мерцает на солнышке все залито солнцем и потом вдруг солнца своего не вижу но гора покрытый снегом просто я туда мысленно схожу на гору и вдруг после этого я вижу темнота и могила трехметровая могила и вижу три человека вот я я так понимаю со стороны я лица не вижу но у меня ощущение что среди них я в этой могиле и как бы мне вопрос задан хочешь пойти за христом вот я соглашаюсь да ну тогда смотри что нужно для этого и как бы один человек там трое я так понимаю с одной стороны и показан вот такой нож подлетает и в бок правой пытается потом этот нож из этого человека подлетает ко мне как бы я ощущаю это я от страха просыпаюсь ну как бы ну хочу сказать что интересно весь сон был радость такая духовная радость была ни страха ничего не было не проснулся я тоже была точно такая же радость просто я рассуждаю подумал что как бы чтобы пойти за христом нужно распятку принести себя в жертву вот а поскольку я двоих возила мы трое вот татьяна она старается как бы пойти за христом и взять вот этот крест и отвергнуться себя но никола не дать сложнее но пока себя человек не отвергнется он и идти не может тут у нас слова задержка я говорю до вас достигать через несколько секунд да да мы поняли вот это же бывает еще как вы говорите мимикрия да я тоже хочу сказать у нас так сейчас мы вот такие вот хорошие волосы на закрыты а вот храм приходим мы не можем никак некоторые у нас сестры повязываются по-другому я вот все работаю работа сестра говорю ну как куда ты будешь это ну как бы и дома так и здесь и у меня так и в храме так никак не может пока но это навык если вы на пенсии тогда проще а если вы на работе то тут не всегда получится стараюсь но работа да когда работа когда дежурство не всегда получается да но мы наверное все уже у нас пока вопросов нет и мы наверно будем расставаться так я сейчас выставляю выставляю что-то скажете выставляю в интернете сейчас сегодня 3 уже выходит моя переписка с сергеем козловым который умер парализованный ее обрабатывает она в виде книги идет у нас большая переписка была мы были очень близки друг другу ролики с ним которые беседовали не очень полезно но вот вы смотрите на наш youtube то заходите на канал то это вы увидите потому что все время у нас новые ролики появляются а сейчас еще будет такая у нас серия пойдет щад рулетка называется рулетка я уже два выставил когда такая есть вот как я не знаю как назвать вконтакте похоже на это вот по несколько секунд появляется новый человек проходит можно остановить и тогда с ним начинаем беседовать вы встретите увидите это все то есть нащупаете и будете ждать ролики очень интересные новые люди каждый ролик это примера 10 человек 10 с кем мы беседуем и мы потом отправляем это и материалы свои там снова и склеивают ну что у меня первая мысль была сразу подумала что он да со шестью ватт а вот спустился да но у него там прям принимали это плохо вот только мусульмане мне понравились да где он общался и там офицера по моему а так вот я тоже посмотрел но не до конца я трулетка с сергеем да у него есть там ролики не нравится наталья беседовала но там есть очень просмотров мало но не очень полезны и вангельстые беседы вот мне понравилось но не знаю не все смотрят удивительно мне почти все его беседы очень нравится у него таких роликов бесед 450 450 у него их я сейчас их перекачиваю к себе а потом буду ставить и у меня не просто постоянно будут идти у меня много еще есть бесед с ним которые не опубликованы на меня страшное нападение папы дела канал теперь он ну неизвестно я говорю на меня нападение от папа отовсюду просто лавиной идут проклинают там называют как еще только не делают они с ума посходили я им говорю что вы все делаете неправильно вы же отвечать будете вы же не спасетесь вы людей в ад толкаете никогда не готовы человек при счастье они из себя выходят я сегодня как раз на собрании об этом говорил вы послушаете сегодня я выставляю наше собрание сегодняши сегодня у нас собрание было и я это выставлю и вы его посмотрите я там в конце начинаю говорить в какой обстановке находимся мы все ну с богом спаси христос давайте с богом давайте все выключайте